Всем привет! Интернет-магазин NPLive.com.ua снова с вами на связи. Я уже записывал распаковку данной модели. Модель называется ZOPO ZP990. Кому интересна комплектация, кому интересен внешний вид физический, можете посмотреть данный обзор по этой ссылочке. Сейчас хочу записать для вас основную часть, то есть посмотреть как в работе данная модель, как у него экран, как он справляется с съемкой, GPS, все-все-все вот эти вот самые необходимые функции в процессе работы. Итак, начнем с технических характеристик через программу Antutu. Давайте посмотрим. Видим, что модель называется ZOPO ZOPO ZP990 4.2.1 Android. У нас на борту 32 гигабайта встроенной памяти. Напоминаю, что данная модель существует в двух версиях. Есть 1,32 и 2,32. Имеется в виду оперативная память и встроенная. В данной модели это у нас 1 гиг оперативки и 32 встроенных. В данной модели у нас турбированный процессор, четырехъядерный, 1,5 ГГц частота. Две камеры у нас. Камера основная у нас на 13 Мп, камера фронтальная у нас 5 Мп. Антуту у нас тестировал, я несколько раз тестировал данную модель. Вот видите, данные 11, 12 тысяч и третий раз 15. Объясняется тем, что почему-то новая версия Антуту не всегда выдает баллы с 3D графики. Видите, вот 0. Здесь 0, а здесь они посчитаны. И поэтому получается у нас нормальная 15192. Это, в принципе, стандартный показатель для этой модели. 5 точек касания у нас вроде бы. Да, именно 5 точек касания. Я тестировал данную модель через Антуту Тестер. Я тестировал аккумулятор. Напоминаю, что в данной модели аккумулятор достигает 3000 мАч. И вот что у нас получилось. Давайте посмотрим. Значит, я его тестировал. Выдает он у меня 528 баллов. Вот диаграммки. В принципе, это такое же количество баллов, как, например, выдает ZOPO 980 со своим аккумулятором на 2000 мАч. То есть, модель способна работать, скажем так, в режиме телефона плюс Wi-Fi до двух суток. Также я протестировал данную модель в режиме игры. Мне стало интересно, сколько аккумулятор продержится, протянет в игре. И вот у меня диаграмма разряда. То есть, 68% это час он работает. В итоге у меня получилось, что в режиме игры данная модель продержится до 3 часов. Вот на 15% он у меня показывает, что он проработал 2 часа 42 минуты. Постоянно, нон-стоп играя. Это у меня была загружена вот эта вот проверочка Epic Citadel. В принципе, по прошивке у нас стоит 4.2 Android. Хорошая, стабильная прошивка, которая хорошо, быстро, четко работает. Ну вот, если прокручивать, то Full HD всегда вот так вот немножко подтупливает. Рабочий стол у нас, в принципе, даже с живыми обоями работает нормально. Иногда вот тоже такие небольшие задержки есть. Но, в принципе, это считается нормальным уровнем работы. Настройки телефона у нас тоже все на русском языке. То есть, в принципе, все, что нужно обычному пользователю, все абсолютно есть на русском. И все можно пользоваться этим. Информация о телефоне мы видим, что это Zopo 990, 4.2 Android, версия прошивки модуля связи, версия ядра, номер сборки. Все-все-все вот эти вот данные. Конечно же, гордостью данной модели, в принципе, как и любого современного смартфона, должен быть хороший, классный, качественный экран. Я напоминаю, что модель имеет 6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением экрана 1920x1080. Великолепные углы обзора у данной модели. То есть, у него IPS-матрица. Углы обзора максимальные. Картинка не преломляется, не уходит в негатив. Плюс покажу парочку таких сочных ярких картинок, изображений, дабы удостовериться в этом всем. Работает он быстро, хорошо. Нареканий у меня по этому поводу нет. В принципе, 4-ядерный смартфон, ни для кого не секрет, что будет с легкостью справляться с браузерами. Тем более 6 дюймов. Это довольно-таки большой размер. Удобно можно просматривать, пролистывать необходимое изображение. Оно очень быстро скроллится. Все хорошо, все быстро. То есть, максимально классно прогружается. Это плюс однозначно. Но по-другому и не могло быть, так как 4-ядерный мощный процессор у нас. Также, опять же, YouTube. YouTube с потоковым видео справляется данная модель отлично. Давайте продемонстрирую вам варианты такого воспроизведения. Подключен у меня данная модель сейчас к Wi-Fi. Также смартфон справляется с легкостью с любыми форматами видео. Без кодировки, без форматирования видео в различные форматы. Звук выдает смартфон чистый, громкий. Звук мне очень нравится, очень классный. Также мне нравится, что в данной модели вот эти вот три сенсорных кнопки, они очень отзывчивые. Такая маленькая такая вибрация проскакивает, когда ты ее нажимаешь. То есть, ты не только видишь, что ты ее нажал по действию, но и по вибрации. Это очень прикольно, очень интересно. Ну, в принципе, это стандартная реализация во всех смартфонах такого уровня. Конечно же, интересно, как данное железо, как данный софт справляется с современными играми. А поэтому посмотрим, на что данная модель способна. В принципе, производительности данной модели хватает. Для более-менее нормального воспроизведения игр. А с такими более тяжелыми играми иногда придется повозиться с прошивкой. Я совсем забыл показать вам датчики, которые присутствуют в данной модели. Все-таки это премиум класс, это флагманская модель ZOPA 990. И поэтому в данной модели есть и гироскоп, есть компас. Само собой, датчик освещенности, датчик приближения. Хорошо работающий GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас. У нас две отличных камеры. По поводу камер. Основная камера данной модели имеет 13-мегапиксельную оптику. Я лично от себя добавлю, что я считаю, что это интерполяция. Могу показать примерно, какие фотографии делает данная модель. В принципе, я их обязательно выложу для вас. И вы сможете посмотреть качество этого изображения. Ну, то есть, в максимальном размере. Чтобы можно было видеть вот эти все эффекты и четкость картинки. Ну, я вот сдалека, фокусирует отлично. То есть, у меня нет никаких нареканий. В принципе, фронтальная камера тут отлично также фотографирует, как и параллельно обозреваемым мною THL W300. Это вот эта фотография фронтальной камеры. В принципе, автофокуса во фронтальной камере нет. Но качество тоже очень достойное. Значит, основные настройки по камере тут, в принципе, ничем не отличаются от других моделей. Видео снимает данный аппарат в формате Full HD. 13-мегапиксельная камера. Все вот эти вот настройки верхние также присутствуют. Обнаружение лица, улыбка, там различный уровень контрастности и тому подобное. Модель имеет большой размер экрана, 6 дюймов. И поэтому очень удобно также будет пользоваться и навигация через данную модель. По поводу спутников. Ловит, в принципе, модель хорошо. Сейчас вам покажу скриншоты с GPS-тест программки. Вот скриншот. Видим, что словил смартфон местоположение, словил 4 спутника. То есть, это буквально была минута времени, это холодный старт. Поэтому я считаю, что это, в принципе, хороший показатель для, скажем так, китайского смартфона бюджетного. В целом, можно подводить итог. Я считаю, что флагманская модель от компании Zopo удалась. Шикарнейший экран, 6 дюймов. Смартфон небольшой, довольно-таки тонкий. Корпус классный. Корпус я осматривал. Распаковку и комплектацию можно посмотреть по видео предыдущему. Смартфон отлично фотографирует, отличная производительность. Опять же, повторюсь, экран выше всяких похвал. Сенсорные кнопочки реагируют быстро. В принципе, даже вот я не могу назвать какой-то негативной стороны у данной модели. Ну, могу сказать, что да, по-прежнему, даже с турбированным процессором на Full HD дисплее, игры все современные, все подряд не идут как по маслу. То есть, нужно играться с прошивками, нужно играться с кэшами. А поэтому, вот я вот этот момент только отнесу к минусам данной модели. Во всем остальном, модель шикарна, 32 гигабайта встроенной памяти. Обязательно будет у нас в обзоре и 2 гиговая версия. Посмотрим, будут ли они чем-то отличаться. Я считаю, что отличаться, ну, как я уже говорил в своих предыдущих роликах, кто смотрит мои обзоры, особо отличаться ничем не будет, так как 2 гига пока не особо актуально в этих смартфонах. Поэтому, спасибо за внимание. Вот такая вот получилась модель ZOPY ZP990. Рады были представить ее вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайк, если вам нравится. Следите за обновлениями на нашем канале. Всего доброго, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok